Здравствуйте, я Лилия Игликова. О влиянии карантина на политическую жизнь страны говорим с политологом Исламом Кураевым. Ислам, здравствуйте. Здравствуйте. Из последних новостей Оскар Мамин сообщил, что более 1 миллиона казахстанцев получат материальную помощь от государства на продукты питания. Но мы помним, что глава государства говорил, что правительство действительно выплатит по 42 500 тысяч за июль всем нуждающимся. Как вы думаете, у нас действительно количество остро нуждающихся в помощи снизилось с 4 миллионов до 1 миллиона, или какие-то расчеты были проведены, или просто государство не имеет возможности выплачивать большему количеству людей? Ну, смотрите, здесь вопрос стоит таким образом, то, что изначально во время первых двух месяцев карантина был введен режим чрезвычайного положения. Это значит, что фактически все структуры находились в остром режиме, когда регулировались все карантинные меры, все жители страны, в принципе, находились дома и не выходили из дома. И в данном случае мы видим то, что нынешняя ситуация немного иная. Сейчас не только первой необходимости предприятия работы, там магазины продуктовые, аптеки и так далее, но и определенные объекты типа летки, базары на открытом воздухе и так далее. То есть без содержания, без заработной платы осталось не все население, как было совсем буквально полтора месяца назад. И сейчас ситуация такая, что потребность действительно снизилась, и есть те люди, которые в принципе имеют доход, но зная в целом нашу страну, наш народ, то можно сказать, что подадут эти заявки абсолютно все. А кто получит, там уже, конечно, будет понятно. Ну, наверное, уже за этот период сложилось определенное мнение, определенная статистика, определенная база данных более нуждающихся и тех, кто имеет в принципе доход, потому что это можно проверить по банковским счетам, проверить по пенсионным отчислениям и так далее. То есть инструментарий в принципе для этого есть. А вообще та ситуация, которую назвали красивым словом «локдаун», чем является на самом деле? Если это карантин, то он какой-то недокарантин, потому что мы же видим, что на самом деле ни социальная дистанция не соблюдается, ни каких-то простейших норм защиты населения, соблюдения нет. Если это чрезвычайное положение, то все-таки его у нас официально нет. Под какую категорию больше подходит ситуация? Ну вот слово «локдаун» даже в Конституции Республики Казахстан не рассматривается вообще. А значит, в юридическом поле это ничего не значит. И здесь мы имеем тот вопрос, когда именно министр нарушает сам, прежде всего, в целом законодательство, он вводит терминологию, которая неприемлема для Республики Казахстан. Ну, это, знаете, все устали от слова «карантин», все устали от чрезвычайного положения «сидите дома». И здесь идет переформулировка тех же самых действий, но уже в упрощенном виде. То есть локдаун – это для людей, типа, а, ну это не карантин, можно не ходить туда-то и так далее. То есть он предложил новый формат в своем понимании. Новый формат остается все так же, только заменить слова. Это как государственная политика за последние буквально 10 или 5 лет. Слова меняются на более крутые, западные, но вся оболочка, системность, все остается то же самое. И в данном случае мы имеем ту же самую ситуацию. И, знаете, карантинные меры на самом деле решили сделать более мягкими, потому что это чревато тому, что люди могут выйти на крупномасштабные акции против правительства, так как многие не имеют заработной платы в этот период, не получили никаких пособий. Это и касается и крупных бизнесменов, и тех, кто получал до этого социальное отчисление. За период карантина потратили все свои запасы. Особенно малый и средний бизнес, который больше всего пострадал. В этом случае ситуация именно говорит о том, что правительство хотя бы решило разгрузить для себя определенную нагрузку в медицинском поле, когда все больницы переполнены, все буквально аптеки не имеют нужных лекарств и так далее. Это просто оптимизация. Оптимизация на определенный срок. И сегодня мы, как видим, уже более-менее стали поступать лекарства. В определенной аптеке пошла разгрузка уже на медицинские учреждения в плане того, что койкие места появляются уже и создаются новые. Это было сделано, так сказать, передышкой для вообще госаппарата. И не более того. Но немножко давайте рассмотрим другой вопрос. Вы говорили об отсутствии лекарств в аптеках. Заместитель Акима Алматы Сапарбек Туякбаев назвал сообщение об отсутствии лекарств в аптеках города хайпом. Это одно из интересных заявлений, но таких заявлений от чиновников поступило в последнее время достаточно много. Министр информации, помните, даже пригрозил наказанием от штрафов до лишения... Министр МВД. Министр МВД, да, простите. Он пригрозил наказаниями от административных штрафов до лишения свободы сроком до 7 лет тем, кто распространяет заведомоложную информацию, касающуюся коронавируса. Но на самом деле, по вашему мнению, как справляется государственная структура вот в такой кризисной ситуации? Потому что те выплески в информационном поле, та паника, которая возникла среди населения, это, наверное, в большей степени вина именно государственной структуры. Да, смотрите, здесь имеется такой момент, то, что изначально все было очень хорошо. Наши чиновники и наши врачи начали записывать всех болезней пневмонии. И люди массово пошли в аптеки. Ну, соответственно, как всегда, в период голода, войны и так далее, начинается момент, когда люди просто скупают все лекарства. Ну, там, помимо того, что есть частники, которые просто для себя, да, физлицы, которые хотят дома запастись на всякий случай для семьи и так далее. Ну, и, конечно же, те, кто занимается спекуляцией. А их сейчас большинство. Только за последние несколько дней, если я не ошибаюсь, на 140 миллионов тенге лекарств было изъято в Алматинской области и в Южно-Казахстане, ну, в Туркестанской области и в городе Шимкент. То есть это огромный показатель того, что все же бюрократический аппарат не справляется даже элементарно с теми, кто занимается спекуляцией. То есть они непосредственно мостом выступили до этого, распродали все это благосостояние, да, то, что фактически должно было послужить для народа помощью. Они его распродали в период карантина, потому что, в принципе, где-то была утечка, то, что будет массовый всплеск заболевания, и все это ушло в массы, да. Все закупились, а когда у нас началась ситуация с массовым заболеванием, начали записывать пневмонии, и теперь на Западе и там даже в Китае пишут, в Казахстане особая форма пневмонии, которая еще хуже, чем коронавирус. Но в элементарных вопросах это пневмония. Я не врач, конечно, но насколько осведомлен, это коронавирус двухсторонняя пневмония, в принципе, ничем не отличающаяся, только по особым симптомам и так далее. И у нас пошла вот такая тенденция, то, что начали заболевать люди, а государство, лишь бы скрыть информацию, начинает дезинформировать само общество. То есть здесь сколько лет мы говорили, что цифровой Казахстан, сильные коммуникационные службы. И это все показалось именно сейчас. Казахстан не сможет, не смог справиться в сфере здравоохранения и не смог даже предоставить достоверную информацию. А достоверную информацию, которую мы видим, это элементарные вещи. Я не говорю о том, чтобы говорить, как лечить коронавирус в домашних условиях или то, что у нас все хорошо с местами в койках. Но элементарный вопрос можно было бы хотя бы прояснить, то, что через вышки 5G невозможно передавать коронавирус. Ну, хотя бы до таких элементарных вещей. Потому что это уже как целая секта собралась, которая распространяет фейк о том, что государство травит свой же народ при помощи вышки 5G. Которые начали устанавливать. На самом деле вышки 5G в Казахстане еще не существует. Ну как, они есть в тестовом режиме и в двух-трех местах расположены. По всей стране. Нет определенной сети целостной, и они находятся, и то на стадии разработки. Никому не принадлежат. И вот такая информация есть. Или вопрос, связанный с тем, что вертолеты летают и распыляют хлор химический, который применяла Америка во время Вьетнамской войны. У людей, в принципе, фантазии хватает. Но никто не задумывался в этом всем вопросе посетить интернет и посмотреть для чего, что такое 5G, вообще он есть ли в Казахстане и так далее. Про 5G это как в том анекдоте. А что с вами случится, когда мы эти вышки подключим? Вот, вот, тут такая же ситуация. И, знаете, люди, типа, вот начали распылять возле дома химикаты, и теперь люди все начали массово болеть. Но при этом рассказывают такие истории те люди, которые ходят на свадьбы, ходят на какие-то мероприятия, не соблюдают карантинные меры и так далее. То есть, вот такие тонкости есть, и люди свою вину, то, что они за несоблюдение элементарных карантинов, эффективных мер перекладывают на государство. Такой момент тоже есть. И здесь нет одного лагеря виноватых. То есть, есть государство, которое не выстроило должным образом систему по предотвращению распространения фейковой информации, не выстроило четкую систему здравоохранения, которая могла бы быть наиболее эффективной. И народ, который просто не поверил государству, которое себя за долгое время дискредитировало. То есть, народ просто не поверил в то, что есть вирус. Они вначале говорили, что им просто обманывают. Это все политическая игра, чтобы быстро там решить свои вопросы. Но и на этом этапе тоже обвинять население в том, что распространяется заболевание, потому что именно они не соблюдают элементарных норм карантина, это тоже, наверное, неправильно. Когда у нас сам министр здравоохранения заболел коронавирусом, тот чиновник, который должен являться образцом. Ну, опять же, наоборот, больше подвержен как раз таки министр, нежели обычный простой человек. Потому что министр непосредственно посещает все объекты, встречается с множеством людей и так далее. То есть, я его, конечно, не оправдываю, потому что у него систематическая работа была поставлена неправильно. Но и обвинять тоже не стоит, потому что есть группа лиц, группа людей, которые в первую очередь виноваты в карантинных усложнении, карантинной ситуации, эпидемиологической ситуации. То есть, это спекулянты, это определенные, так сказать, у нас агашки, которые имеют свои рестораны, особенно на юге это распространено, которые проводили тои даже в период карантина. Это те люди, которые устраивали эти тои и собирали множество людей. Сколько было информации, где последняя, помню, жених заразил 113 гостей коронавирусом и сам умер. Ну, хорошо, Ислам, все-таки такая кризисная ситуация, это как раз та ситуация, когда разным структурам можно набрать баллы для продвижения, для собственного продвижения вперед. Если мы говорим про МВД, то если направить его внимание, усилие не на мониторинг социальных сетей и посты обычных граждан, напуганных и паникующих, а именно на пресечении вот таких грубых нарушений карантина, на спекулянтов, выявлении каких-то коррупционных преступлений. Это как один пример. Если мы говорим о каких-то политических партиях, общественных организациях, движениях, то это тоже, возможно, как вариант создания общественного контроля. Берете одну цепочку, начиная от аптек, переходя к складам, и прослеживаем всю цепочку до конца, смотрим, почему аптеки в конечном пункте уже лекарства продаются в 3, в 4, в 5 раз дороже. Есть, смотрите, момент, опять же, неправильная система. Есть направления, где, допустим, обычный дорожный полицейский не может участвовать, если даже видит. Он не может принять участие в задержании и так далее, потому что это не входит в его юрисдикцию. Допустим, закрытием или распознаванием цепочек коррупционной составляющей – это под юрисдикцией антикоррупционного комитета. Да, но собирать информацию, подавать в антикоррупционный комитет, ведь у нас системы на самом деле все связаны. Да, они связаны, но в такой период именно было бы идеальным вариантом создать единую структуру, ну, это как экстренная структура, когда бы не было разделения на четкие моменты, где одно предполагает другое и так далее. А то здесь идет перекидывание друг на друга обязательств, а в итоге никто не справляется со своей работой. Здесь вот такая составляющая тоже имеется. Это, думаю, проблема самой системы, которая не может в критическом... Ну, это для независимого Казахстана первая такая критическая ситуация. И вся структура показала себя в полной крысе абсолютно. Карантин продлен еще на две недели до начала августа. По вашему мнению, как в этот период должны проявлять себя действующие политические силы, правящая партия? Ведь все-таки мы приближаемся к выборам в мажорист парламента. Смотрите, здесь имеется такой момент, что все структуры, в принципе, начали более-менее справляться со своей работой, там проходит какая-то оптимизация. Вот эти две недели сыграли важную роль на самом деле, потому что они довели вообще уровень страны до пика заболевания, и сейчас мы идем, скорее всего, к снижению. Потому что примерно на скидку даже зарубежные аналитики предсказывали для Казахстана именно такой сценарий в период, когда пик настигнет. И сейчас, думаю, все-таки политическая жизнь стоит даже не на втором плане, потому что для людей сегодня главное это то, что они будут кушать завтра или сегодня. И здесь стоит вопрос, где они получат работу, где они смогут дальше развиваться и так далее. Потому что жить надо, надо кормить своих детей. И здесь для народа встает важный вопрос в политике. За кем они дальше пойдут? У нас сколько? Шесть партий. И способна ли одна из них повести страну дальше, вытащить из этого тяжелого положения? Сейчас время как раз именно для этих политических партий. Все-таки не для системного аппарата, который уже функционирует, который есть, а сейчас имеется задел, который надо реализовать. Сегодня я, как сказал, шесть партий. Это у нас Ахжол, Нурутан, КПНК, АУ, ОСДП и Берлег. Там только три функционирующие, на самом деле, более активные это Нурутан, Ахжол и КПНК. Три другие у нас, как всегда, пассивные. В данных вопросах во всех. Хотя даже оценить сложно деятельность одной из них. Сегодня более, наверное, приспособленный к этому формату идет Нурутан, который при Боржан-Байбеке стал более открытым. Стал позиционировать себя как партия открытых для всех граждан. И ближайший праймерис, который состоится 17 августа, должен стать вообще ключевым. Ключевым во всех отношениях для партии, которая объявила перезагрузку, которая перестраивалась и так далее. Для них это ключевой момент, прежде всего, в том формате, то, что Казахстан попробует себя вообще в новой, так сказать, партийной системе. Это уже для нас прорыв, на самом деле. И то, что каждый желающий может участвовать в праймерисе. Нурутан – это тоже своего рода нонсенс или новелла для всей системы. Любой гражданин может иметь такую возможность. И здесь же стоит вопрос, а как пройдут выборы? Ну, праймерис сам внутри партийный. Ведь карантин запрещен, имеется карантин, он будет еще долго соблюдаться. Много людей нельзя. Есть вероятность того, что будет все же электронное голосование, онлайн-голосование. Я, насколько знаю, там есть уже механизмы, которые были разработаны для этого всего. Но как оно покажется, так и будет, в принципе, дальше для правящей партии. Потому что она сегодня должна дать четкий вектор развития государства, выход с посткризисного периода и разработка новых механизмов, новых системных, так сказать, системных перестановок предоставить, разработки целых программ для развития будущего Казахстана и так далее. Есть у нас еще, конечно же, Абжол, да. Абжол занимается в последнее время так, связанным в идеологическом поле. Абжол, ну, он взял курс на национализацию. Вот это будет дальше больше. И даже на свободу слова. Вот. Это, да, кстати, Абжол имеет связи. Видите, здесь каждый занимает свою нишу и выстраивается какая-то общая картина. Абжол, вот идеология за Абжолом, потому что они, там, такие мероприятия, как Ашашелых, да, День памяти жертвам политических репрессий, да, и Голодомора. То есть это у них получается. И только за вот такой момент могут за них пойти голосовать. И, знаете, партия коммунистов. Партия коммунистов приспособлена для того, чтобы за нее голосовали, ну, так сказать, люди, имеющие мысли или чувства проявления к советскому прошлому и так далее, ностальдирующие. Это партия для таких людей. Она уже, конечно, в рейтингах значительно падает, но все равно есть, видимо, представители, которые испытывают эти чувства. И, в принципе, депутаты там от этой партии очень активные, и, думаю, у них более-менее шансы какие-то, возможно, и есть. Но имеющая огромный потенциал партия АУЛ не использует свой потенциал, поэтому АУЛ вообще можно не рассматривать. Есть у нас, в свою очередь, партия Берлег, которая вообще ничего не слышно, она даже, по-моему, не участвует на выборах, и ОСДП. ОСДП как единственная зарегистрированная оппозиционная партия, но которая почему-то всегда ругается внутри себя. То есть у них нет единства, нет единой концепции продвижения своих идей и так далее. И, помимо этого, мы еще имеем несколько ряд крупных движений, это типа ХАК, это Республика, Оян-Казах и Жамбулак-Мамайя со своей демократической партией. В принципе, задел для будущего есть, а как они себя все покажут, все зависит именно сейчас. Даже сейчас может это не так зависеть, но для людей, они сейчас не следят за политикой, им эти моменты в принципе не интересны, да? Как я и сказал, они думают о том, что будут есть завтра. Но через месяц, когда ситуация с карантином более или менее стабилизируется, они задумаются о уже долгосрочной перспективе. О долгосрочной перспективе это как раз таки политическая составляющая, те политики, которые будут обещать экономическое и финансовое благополучие народа. Ну и последний вопрос. Власть, пожалуй, не только в Казахстане использовала свой шанс вот в такой кризисный период подписать не очень популярные законопроекты. Допустим, у нас это Кодекс о здоровье народа. В России это, конечно же, обнуление Путина, которое тоже заслуживает высокой оценки, если мы будем говорить о нем как о политике мирового уровня. Но все-таки политические партии, политические движения, вы сейчас перечислили практически все заметные в Казахстане, по моему мнению, все-таки не используют свой шанс. Потому что как люди нуждаются в самом необходимом сегодня, так они будут нуждаться и через месяц, и через год, и через два. Почему, как вы думаете, все-таки партии, ни одна из них, ни одно движение не выдвинуло понятную, простую программу, как выйти из кризиса раз, как обеспечить население рабочими местами два, Как, наконец-таки, уводить направленность экономики Казахстана от внешне сырьевого экспортного вектора, все-таки к развитию внутри страны? Смотрите, здесь опять же такой момент, что обмыление Путина и так далее. Думаю, не будем эту тему особо касаться, потому что это внутреннее дело, безусловно, России. Там сейчас проходят массовые митинги на этот счет, и там много недовольств и так далее. Но мы их, в принципе, можем понимать, потому что у нас ситуация ничем особо не меняется при этом. У нас много критики в отношении властных структур. Изначально, во время карантина, Нур-Утан как-то показал себя с точки зрения помощи народу. Но, видите, Нур-Утан это большая государственная машина, партия, имеющая чуть ли не миллион людей, которые их поддерживают, так сказать, потенциальный электорат. И сравнивать другие, где там 20-30 тысяч человек всего, которые их знают, поддерживают, это очень разная вообще уровень, так сказать, небо и земля. И если мы все знали, что Нур-Утан проводил акцию «Бергемес», то есть обеспечивал людей необходимой продукцией, потом закупал масок, лекарственных средств и так далее, то есть у них была возможность как финансовая, так и в плане человеческого ресурса. Они себя показали, свою миссию фактически выполнили на тот момент. Сейчас разработана, в принципе, программа предвыборная, партийная, которая имеется в открытых источниках для решения определенных вопросов. Это есть. Просто народ не особо интересуется. Им надо в TNG News, чтобы образно вышел материал, и они посмотрели и сказали, «О, да, это круто, мы поддерживаем» или «Мы против». Это работает примерно так. Потом во время карантина работали организации, которые тоже преследуют политические цели, имеют амбиции, и они начали помогать людям, просто искренне помогать людям, не имея какие-то политические заделы, и они это делали. И потом мы говорим, а если говорим о партиях, то действующие партии, кроме Нурутана, я не видел, чтобы предоставляли какие-то концепты по решению тех или иных вопросов. Если бы это сделал и не сделал бы Нурутан, то было бы вообще стыдно. Поэтому это нормальное проявление. Ну и сделали, знаете, незарегистрированные партии, это движение, образно ХАК, ДПК, потом Оян-Казах, Республика, еще множество маленьких движений, которые имеются. Вот все они почему-то активно работали в этом русле. Они писали президенту, как должно это быть. Но это все не выходило за рамки Фейсбука. А Фейсбук, чтобы вы понимали, это около 3% населения всего. И около 6% от общего числа интернет-пользователей. И если считаете 3%, из них 1,5% это, безусловно, фейки, аккаунты, которые не работают, люди, которые не посещают. Это, в принципе, вообще около 150 тысяч человек. И в целом мы говорим о том, что, чтобы раскрыть свой потенциал, нужны более широкие информационные ресурсы. То есть идеи есть, какие-то программы есть, просто нужно правильно донести до населения. Да, но у нас нет такого большого населения, таких коммуникационных возможностей, чтобы это дать широкую массовость. Поэтому приходится через обращение к президенту написать и выставлять это везде. А потом, если СМИ подхватят, только потом идет дальнейшее распространение информации. Спасибо вам за интервью. До свидания.